В 4.26 утра 1 сентября 1939 года юнкерсы сбросили первые бомбы на территорию Польши. Спустя пять минут старый, еще кайзеровской постройке немецкий броненосец Шлезвик Гольштейн, находившийся с якобы дружественным визитом в порту Гданьска, открыл огонь по базе польской армии. Вскоре немецкие бомбы обрушились на Варшаву, Краков и Лоц. Ну а в 5 утра границы Польши были оглушены ревом танковых моторов. Вермахт пошел в наступление. Вторая мировая война началась. Того, что произошло дальше, не ожидал никто. Европейские военные аналитики того времени были склонны недооценивать мощь Германии, казалось бы, полностью подорванную Версальским договором и Великой Депрессией. И одновременно все были склонны переоценивать Польшу. Войско польское считалось четвертой по силе армии в Европе, и все исходили из того, что Польша станет для Германии крепким орешком. Так же думали и сами поляки. Планы польского генштаба на войну с Германией исходили из того, что немцев удастся остановить у линии границы. А в отрезанной от остальной Германии Восточной Пруссии поляки даже планировали начать в таком случае наступление. Однако не получилось. И это первый пример того, как генералы готовятся к прошедшей войне. Дело в том, что немцы применили против Польши новый, еще не виданный метод ведения войны. Метод, который мы знаем под названием Блицкриг – молниеносная война. Настоящей инновацией стало использование подвижных соединений, танков и авиации, их взаимодействия. Во время Первой мировой объявление войны означало только начало развертывания войск. Что происходит во Вторую мировую? В конце августа 1939 года, когда многие еще надеются, что войны не будет, на границе с Польшей находятся 2000 самолетов, почти 3000 танков, 57 дивизий, примерно полтора миллиона бойцов. Противостоят им около миллиона поляков. Но у них существенно меньше и танков, и самолетов. В предвоенные месяцы Польша проводила мобилизацию резервистов, скрытую, чтобы не провоцировать Гитлера. Но новобранцам зачастую не хватает не только опыта и умений, но и даже винтовок. Начинается наступление. Сейчас мы будем говорить про этапы Блицкрига. Но имейте в виду, что все виды немецких войск вступили в бой почти одновременно, в течение нескольких часов. Итак, первый этап – авиация. Люфтваффе сбрасывает бомбы на польские аэродромы. Затем немецкие бомбы летят на спящие города. Результат – разрушенные аэродромы, дороги и мосты. Местное население деморализовано. Второй этап – в тылу поляков высаживается парашютный десант. Эти войска берут под контроль основные объекты инфраструктуры, что серьезно нарушает систему связи и управления армией. Третий этап – сухопутные войска вермахта переходят границу и вторгаются с севера, из Померании и Восточной Пруссии, с запада, из Восточной Германии и с юга, из Чехии и Словакии. Группа армий «Север» наступает силами двух армий. Четвертая армия наносит удары из Померании в юго-восточном направлении, ее левый фланг соединяется с правым флангом третьей армии, наступающей из Восточной Пруссии. В результате этого часть войск польской армии, обронявшейся на северо-западе страны, оказывается блокированной с юга. После нескольких дней сопротивления, поляки, оказавшиеся в котле, складывают оружие. В это время третья армия преодолевает сильно укрепленный участок обороны польских войск в районе города Млава. Эта битва войдет в историю Польши, как пример упорной и героической борьбы. Четырехдневный прорыв Млавского укрепрайона обходится немецким частям весьма дорого. После этого сражения обе армии продолжают наступление на Варшаву с севера. Группа армии юг ведет наступление силами трех армий. Восьмая и десятая армии из Силезии наступают на Варшаву с запада и юго-запада. Из Чехии и Словакии широким фронтом продвигается на север 14-я армия. Помимо того, что силы противников были неравны, есть еще одна причина, почему немцы так быстро продвигаются в направлении к столице. Дело в том, что сухопутное наступление тоже было необычным. Немцы не ищут боя с противником. Танки и пехота, посаженные на броню и грузовики, прорывают польский фронт и с ревом проносятся мимо ошеломленных поляков. Передовые немецкие части уходят вглубь Польши. Польские же части, сосредоточенные у границы, остаются в окружении. Они лишены подвоза продовольствия, воды и боеприпасов. При этом на них продолжают лететь бомбы. И начинают наступать войска второго эшелона. Один за другим немцы уничтожают котлы, в которые попадают деморализованные польские войска. Более того, уже в процессе наступления оказывается, что Польша идеальный для Блицкрига театр военных действий. У нее равнинный рельеф, никаких естественных преград. К тому же польский генштаб десятилетиями готовился отражать атаку со стороны СССР, а западная граница не укреплялась. Результат. Польский фронт прорывают практически сразу. Немецкие войска устремляются в страну одновременно с севера, юга и запада, сметают неэффективную оборону, разрывают связи между отдельными частями поляков. Но столица еще не взята. На тот момент у поляков и всего мира еще была надежда, что Гитлер будет остановлен в Польше. Надежда, которая таяла каждую минуту. Немецкий воздушный флот поддерживал с неба продвижение танков, успевая обрушить сокрушительные удары на Варшаву, Лодз, Гемблин и Сандомир. Сыграло свою роль и то, что польская армия, хоть формально и считалась четвертой в Европе, в реальности очень сильно уступала немецкой. У поляков не было современных танков и была только одна моторизированная бригада. Значительную часть польской армии вообще составляла кавалерия, которую готовили сражаться как в 1920 году против красной конницы Буденова, а никак не с немецкими моторизированными войсками. Кстати, при всем при этом стоит отметить, что распространенная в некоторых ненаучных источниках картина польских улан с саблями, атакующих немецкие танки, это, в общем-то, миф. На самом деле, польские уланы в бою обычно спешивались и пытались сражаться с танками вермахта, как обычно пехота, при помощи гранат и пушек. Уже 5 сентября польский маршал Рыц Смигле отдает приказ об отступлении всех армий за Вислу и создание обороны на линии Нарев-Висла-Сан. Большинство польских частей, преследуемых противником, устремляется на восток. 6 сентября польское правительство покидает столицу. Наступают холода, и солнце радует нас все реже. Редко радуют и новости. Но мы по-прежнему можем радовать друг друга разговорами, вниманием и небольшими, но оттого не менее ценными подарками. А найти их вы сможете на сервисе FlowWow. Это маркетплейс, где есть и цветы, и десерты, и косметика, и даже декор для дома. Все, что может обрадовать близкого вам человека. Хотите отпраздновать Хэллоуин или устроить романтический ужин? На сайте или в приложении вы найдете сотни свечей разных форм и ароматов, подобрать тематический светильник и прям там заказать продукты можно. Например, сырный набор к вину. Быстрая доставка FlowWow работает в тысячи городов по всему миру. А сейчас у них еще появилась доставка с деком. Если вам вдруг понравился товар, доступный в другом городе, то теперь вы можете заказать его доставку. С деком доставляют декор, украшения и товары для интерьера. В приложении FlowWow магазин обязательно пришлет вам фото товара перед его отправкой. Очень полезная функция, если вы не можете вручить подарок лично и заказывать доставку до адресата. Чтобы точно все было в порядке, можете связаться с магазином во встроенном чате приложения и обсудить все детали заказа. По промокоду PIS действует скидка в 10% до конца ноября. Обязательно сохраните этот промокод, пригодится на день матери. Он как раз в конце ноября и будет. В первые дни войны отчаянное сопротивление захватчикам оказал гарнизон военного склада на полуострове Вестерплатте возле Данцига. Неделю поляки, находясь в полном окружении и не имея никакого тяжелого вооружения, удерживали оборону против немецких войск. Лишь 7 сентября они были вынуждены выбросить белый флаг. Интересно, что это событие стало символом для обеих сторон. Для гитлеровцев это означало, что в немецком Данциге больше нет следов польского присутствия. Для поляков, что их армия способна давать отпор агрессору. В это время 10-я армия вермахта своими главными силами приближается к Варшаве с юга запада. 8 сентября одна из ее дивизий пытается сходу взять столицу Польши, но встречает отпор. Начинается героическая оборона Варшавы. Уже 10 сентября столица оказывается почти в полном окружении. Войск, находящихся в городе, недостаточно для его защиты. Поэтому из мирных жителей формируется Варшавская добровольческая бригада, в которую вступают более 6 тысяч человек. В ответ Люфтваффе обрушивает на город тысячи бомб. Только 27 сентября было совершено 1150 вылетов. 28 сентября после 20-ти дневной обороны Варшава капитулирует. Как мы помним, по секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа восточная часть Польши переходила к СССР. Поэтому 17 сентября Красная Армия перешла советско-польскую границу. Начался польский, или как это называли в советское время, освободительный поход Красной Армии в Польшу. Официальным предлогом стало необходимость защитить жителей Западной Украины и Западной Белоруссии. На самом деле Сталин стремился заполучить обещанные ему территории, пока туда не пришли гитлеровцы. Собственно, Берлин на это не просто намекал, а буквально говорил прямым текстом. Если вы не займете свои территории, то там могут возникнуть независимые государства, разумеется, о чем, правда, уже открыто не говорилось, под чутким руководством Рейха. Между нападением Германии на Польшу и вторжением Красной Армии прошло 17 дней. Есть несколько причин, почему Сталин не отдал приказ армии выдвигаться в Польшу раньше. Во-первых, не хотел выглядеть стороной конфликта, мол, война Германии и Польши – это одна история, а наши действия по защите Западной Украины и Западной Белоруссии – это совсем другое. Во-вторых, что может быть еще важнее, Сталин, как и многие другие мировые лидеры, не ожидал, что все закончится так быстро. Польская армия на бумаге должна была дать бой вермахту, а военные действия вполне могли растянуться на многие месяцы. Но очень быстро стало понятно, что события развиваются стремительно. 5 сентября началась частичная мобилизация Красной Армии, а утром 7-го стартовали большие учебные сборы. По сути, это была подготовка к вторжению. В 3 часа ночи 17 сентября польскому послу в Москве была зачитана нота. Нет, не о начале войны. Поход в Польшу нигде не назывался войной. В ноте было сказано, что Красной Армии отдан приказ перейти границу и взять под защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии, якобы брошенного польским правительством на произвол судьбы. Какого-либо организованного сопротивления Красная Армия не встретила. Все боеспособные польские части давно были переброшены на Запад и под Варшаву. Границы с СССР защищали лишь немногочисленные пограничники. Кроме того, верховный главнокомандующий Польши маршал Ридз Смигле отдал приказ не вести боевых действий с Советами, а организованно отступить Венгрию и Румынию. Он понимал, что шансов продержаться дольше нескольких дней все равно нет. Для поляков наступление Красной Армии стало неожиданным. Никто ведь не знал тогда о существовании секретного протокола между СССР и Германией. На местах советские войска встречали ячейки Компартии Западной Украины и Западной Белоруссии, которые СССР создавал и снабжал, в том числе и оружием, чуть ли не с момента подписания мира с Польшей в 1921 году. Но в отдельных местах дело доходило и до жесточенных боев. Важно отметить вот что. Когда мы говорим о нападении Германии на СССР, то часто вспоминаем пакт о ненападении, который Гитлер нарушил. Так вот, между Советским Союзом и Польшей тоже существовал такой пакт. Он был подписан в 1932 году, а двумя годами спустя продлен до конца 1945 года. Но ни этот документ, ни еще несколько международных конвенций не помешали Сталину отправить войска в соседнюю страну, чтобы отторгнуть от нее положенные ему типа по договору с нацистами территории. Для объяснения широкой публике причин вторжения официально было заявлено, что Польши как государство уже не существует. И поэтому все прежние договоренности как бы не действуют. Польское лоскутное государство, построенное на угнетении, на грабеже национальных меньшинств, показало свою нежизнеспособность, свою внутреннюю несостоятельность, развалилось как карточный домик. Но надо понимать, что польское государство в это время еще продолжало сопротивление. Например, президент страны Игнаций Масцитский покинул Польшу лишь вечером 17 сентября, уже после вторжения Красной Армии, когда стало понятно, что началась война на два фронта. Варшава еще продолжала сражаться. 19 сентября произошло важное событие. Советские и немецкие части впервые встретились на линии разделения обозначенной в секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа. 22 сентября советские и германские армии встретились в Бресте, в том самом, где Брестская крепость, которая станет потом одним из символов сопротивления гитлеровцам в начале Великой Отечественной войны. Комбрик, Кривошейн и генерал Гудериан тепло приветствовали друг друга. Советские бойцы подружки общались с немцами. Вечером немецкие войска торжественным маршем прошли по городу и покинули его, передав власть советской администрации. Некоторые российские историки и политики отрицают факт проведения совместного парада в Бресте. Но факт остается фактом. Можно называть или не называть те события парадом или просто торжественным маршем, но в источниках зафиксирован, например, завтрак Гудериана и Кривошейна, на котором поднимались тосты за вермахт и Красную армию. Да и помимо Бреста, советские и германские военачальники действовали вполне слаженно. Координировали свои решения, чтобы не допустить неразберихи и случайных перестрелок. 28 сентября в Москве был подписан советско-германский договор о дружбе и границе, который предусматривал полную ликвидацию польского государства. Восточные земли Польши, современная Западная Украина и Западная Беларусь отходили к СССР. Виленский край, современный Вильнюс, к Литве. Север Польши, с Познанье к Даньском и Плотском, к Германии. А вокруг Кракова и Варшавы создавалось генерал-губернаторство со статусом немецкого протектората. На советских картах они отмечались как сфера интересов Германии. СССР и Германия договорились совместно бороться против польских партизан. Международная реакция на советское вторжение в Польшу оказалась довольно сдержанной. На заседании британского кабинета министров было решено, что англо-польский договор предусматривает обязанность защищать Польшу только в случае германской агрессии, поэтому нет никаких причин объявлять войну СССР. Уинстон Черчилль, уже назначенный главой адмиралтейства, заявил и вовсе следующее. То, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против нацистской угрозы. Как бы то ни было, эта линия существует. И создан Восточный фронт, который нацистская Германия не осмелится атаковать. Оказавшись в составе СССР, бывшие польские территории за два года прошли тот же путь, который у остальных республик занял 20 лет. Речь прежде всего идет о раскулачивании, коллективизации, то есть принудительном объединении крестьян в колхозы, а также о борьбе с классовыми врагами. Ими в марксистской теории считалась буржуазия, а применительно к землям Западной Украины и Западной Белоруссии это превратилось в борьбу с поляками. На фоне украинцев и белорусов они были более зажиточными и успешными. Их называли панами. Это слово стало фактически синонимом слова буржуй, а советская пропаганда постоянно использовала термин «панская Польша» в негативном смысле. Судьба многих поляков, оказавшихся на захваченных Советским Союзом территориях, была весьма печальной. Чаще всего мы вспоминаем об этом, упоминая небольшое село в Смоленской области России. Оно называется Катынь. Здесь, в Варшавской цитадели, в центре польской столицы, работает Катынский музей. Он довольно необычный. В качестве главных экспонатов здесь выступают вещи, которые были найдены на местах расстрела польских офицеров. Разбитые очки, алюминиевая ложка, монетка, пуговица, трамвайный билет. Обычные вещи, которые окружают нас каждый день, становятся своеобразными надгробиями, становятся безмолвными свидетельствами этого страшного преступления. В советский плен в сентябре 1939 года попали около полумиллиона поляков. Многие польские части по приказу своего командования отходили на восток и сдавались в плен советским войскам, предпочитая его немецкому. Большинство почти сразу были распущены по домам, но около 130 тысяч бывших польских военных попали в лагеря НКВД. К ним прибавились и больше тысячи бывших польских офицеров, арестованных НКВД на отошедших к СССР территориях. В лагерях катастрофически не хватало места, поэтому военно-пленных продолжили отпускать или передавать немцам. К октябрю в советских лагерях осталось уже порядка 40 тысяч человек. Их распределили по пяти лагерям. Офицеров содержали в Луганской и Калужской областях. Полицейских и жандармов отправили в Осташковский лагерь на Селигер, а рядовых и унтер-офицеров использовали на принудительных работах. Они строили дорогу «Новоград-Волынский-Львов», а также добывали железную руду в Криворожском бассейне. Конечно, главная проблема возникла с классово-чуждыми офицерами и жандармами. Их ждал расстрел. В марте 1940 года глава НКВД Лаврентий Берия предложил пересмотреть дела бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков с применением к ним высшие меры наказания расстрела. Исходя из того, указано в его записке, что они являются все закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти. Сталин предложение Берии одобрил. На этом решении, кроме его подписи, стоят также автографы Ворошилова, Молотова и Микояна, а сбоку приписаны секретарем. Калинин за, Каганович за. Я перечисляю эти фамилии, чтобы еще раз напомнить. Эти люди без всякого суда вынесли коллективный приговор тысячам польских офицеров просто за сам факт принадлежности к этой категории. Весной 1940 года начался процесс отправки военнопленных из лагерей НКВД на расстрельные полигоны. Всего были расстреляны 22 тысячи польских офицеров и жандармов. Поляков расстреливали в Восташковском лагере под Тверью, в Козельске, в Калужской области, в Куропатах под Минском, на Боковнянском полигоне в Киеве, в тюрьмах Харькова. Региональное управление НКВД принимали этапы по 500 человек и сразу же расстреливали их либо в зданиях тюрем, либо на специальных полигонах. При расстрелах использовали пистолеты систем Браунинг и Вальтер. Советские наганы от частой стрельбы перегревались. Сами заключенные были уверены, что их собираются освобождать, поэтому не предпринимали никаких попыток к бегству или бунту. Одновременно с этим семьи расстрелянных тоже подвергались репрессиям. Их депортировали из Восточной Польши в Казахстан. Самый известный эпизод – это, конечно, Катынь. В 1940 году в лесу недалеко от Смоленска были расстреляны более 4000 пленных поляков, включая 14 генералов. Среди расстрелянных офицеров были не только кадровые военные, но и люди мирных профессий, призванные в армию после начала войны. Университетские профессора, врачи, инженеры. После нападения Германии на Советский Союз, СССР и польское правительство в сгнании установили дипломатические отношения. Теперь они стали союзниками в борьбе с общим врагом. В качестве жеста доброй воли была объявлена амнистия для польских военнопленных. Почти все из них, как мы сейчас знаем, были уже убиты. Но это не мешало Сталину открыто врать главе польского правительства Сикорскому, что все заключенные отпущены на свободу, а куда они делись, он не знает. Возможно, сбежали в Маньчжурию. Катынское захоронение было обнаружено в 1943 году немецкой оккупационной администрации. Уже это обстоятельство исключило возможность спокойного и беспристрастного изучения ситуации. Первое расследование случившегося было проведено комиссией, в которую входили представители Германии и ее союзник. Гитлеровская пропаганда ухватилась за этот эпизод, поскольку он мог показать СССР варварами и ухудшить их отношения с союзниками. Власти СССР отрицали причастность к расстрелу поляков в Катыне и предложили свою версию, что немцы захватили лагерь НКВД и расстреляли заключенных там поляков. Поскольку расстрел совершался из пистолетов Браунинг и Вальтер, на полигонах было множество гильз и патронов немецкого производства, что советская версия считала неопровержимым доказательством участия гитлеровцев в тех событиях. Но позже было доказано, что аналогичное оружие применялось и на других расстрельных полигонах НКВД, включая Бутовский. Когда Смоленская область была освобождена от нацистов, в СССР создали специальную комиссию по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров. Ее задачей было, конечно же, не установление истины, а скорее фальсификация улик с целью перекладывания вины на гитлеровцев. Много десятилетий Москва отрицала свою вину в убийстве поляков. Катынский расстрел советские представители пытались включить в обвинительный приговор Нюрнбергского процесса, но трибунал этого делать не стал за отсутствием доказательств. Только во время перестройки были рассекречены документы, которые указывали на то, что расстрел действительно был организован НКВД. В 1991 году в организации расстрелов признался и сам Петр Сопруненко, возглавлявший в 1939-1940 годах Управление по делам военнопленных НКВД. Сопруненко, к слову, освободили от ответственности из-за раскаяния и возраста и слабого здоровья. Тогда, в начале 90-х, расследование Катынской трагедии начала главная военная прокуратура. В 2004-м дело было закрыто, а позже российское правительство даже заявило, что само возбуждение этого дела было незаконным. Впрочем, мемориал в Катыне, основанный в 1998 году, пока еще не закрыли. Но опустили недавно польский флаг, который всегда развивался над этим печальным местом. В 1941 году, после нападения Гитлера на Советский Союз, когда СССР стал частью антигитлеровской коалиции, большинство уцелевших к тому времени в советском плену польских офицеров предпочли вступить в ряды британских войск в Северной Африке. В результате в формируемом на территории СССР войске польском была такая нехватка командного состава, что офицерами туда пришлось назначать украинцев и белорусов с польскими фамилиями. Но вернемся в 1939 год. 2 октября пал последний польский гарнизон на косе Хель к северу от Гданьска. А к 6 октября прекратились бои на всей территории Польши. Но Польша не капитулировала. Польское правительство, эвакуировавшееся в Румынию, а потом в Лондон, продолжило войну. Из польских эмигрантов во Франции начала формироваться новая польская армия, которая продолжит воевать с Германией. Перенесемся из Польши во Францию на линию Можино. Уже через два дня после вторжения Германии, 3 сентября, эта страна вступила из-за своего союзника и объявила войну Гитлеру. Так же, как и Франция, сделала и Великобритания. Политика умиротворения была окончательно оставлена в прошлом. Однако принципиально это ничего не поменяло. Союзнические войска так и не пришли на помощь полякам. Почему? В прошлой части я уже рассказывал о том, что британское и французское общество не хотело войны и боялось ее. В отличие от Германии, ну или Советского Союза, Великобритании и Франции народ не обрабатывали милитаристской пропагандой, не готовили к тому, что придется умирать за родину. Наоборот, в культуре до сих пор царил образ Первой мировой войны, бессмысленной и беспощадной бойни, в которой самоуничтожалась европейская культура. Того же самого ждали и от грядущей мировой войны. Будущей мировой войны боялись так же, как сейчас мы боимся войны ядерной. Чего-то, что может стать Армагеддоном. Вообще, это вполне нормально, бояться таких вещей. Не хотеть войны, смерти и разрушений, это вполне естественно. И в нормальном течении событий даже хорошо, что правительства так настроены. Но перед лицом агрессивно-милитаристской Германии все это стало слабостью. Первая мировая показала, что отдельные изолированные друг от друга крепости – вещь довольно бессмысленная. Там быстро заканчиваются боеприпасы и продовольствия, и их защитники погибают даже не от вражеского огня, а от голода и антисанитарии. Поэтому военная мысль пошла по пути создания множества укреплений, объединенных в единую систему оборонительных линий. Чтобы в случае нападения врага его встречала не одна крепость, а сразу целая группа укреплений, которые могут поддерживать друг друга во время осады. Уже во время Первой мировой в 1916 году появилась линия Гинденбурга. Построили ее, как понятно по названию, немцы. Но поскольку купление строили в спешке и уже во время боевых действий, линия Гинденбурга не получилась неприступной. В 1917 году британские войска ее прорвали, а в 1918 полностью захватили. Ну а время между войнами – это расцвет оборонительных линий. Линия Маннергейма в Финляндии, линия Зигфрида в Германии, линии Молтова и Сталина в СССР. Даже у Чехословакии была своя линия Бениша по фамилии тогдашнего президента. Самая же известная – это линия Мажино. 5600 дотов, 70 бункеров, 500 артиллерийских и пехотных блоков, блиндажи, казематы, наблюдательные пункты. Это была самая современная линия обороны в мире, построенная по последнему слову науки и техники тех лет. Здесь были многоуровневые подземные форты с лифтами, выезжающие из-под земли башни, госпитали, электростанции. Внутри фортов были даже собственная узкоколейная железная дорога для обеспечения снабжения и быстрой переброски войск. В Первой мировой подобная линия была бы практически гарантией победы. И потому Франция не пожалела огромные деньги на ее строительство. Был потрачен 1 миллиард долларов в ценах 30-х годов. Это очень много. В течение нескольких лет на возведение линии Мажино уходила половина всего оборонного бюджета Франции. Постоянный гарнизон насчитывал 300 тысяч человек. Линия Мажино должна была защищать богатые восточные регионы Франции от захвата немцами. В 10-ти восточных провинциях выплавлялось 60% французской стали, добывалась большая часть цинка и почти вся медь. Тут же главные угольные шахты страны. Наконец, здесь Эльзас и Лотарингия. То, что было нажито непосильным трудом в Первую мировую войну, требовалось защитить во что бы то ни стало. И план французских военачальников понятен даже сейчас, без малого 100 лет спустя после тех событий, когда план этот провалился. Им нужно было обезопасить важные промышленные регионы. Конечно, все понимали, что Вермахт может обойти линию с севера в Бельгии. Именно туда германская армия ударила во время Первой мировой. Но, как считало командование, пока линия Мажино защищает восточные провинции Франции, у армии всегда будут ресурсы, чтобы продолжать сражаться. Кроме того, войска могут наносить удары по территории Германии из-за укреплений, угрожая немцам окружением. А главное, неприступная линия Мажино должна была заставить немцев атаковать северний, где их ждали бельгийцы, англичане и, конечно же, французская армия. В общем, план был вполне разумным. Неудивительно, что руководство Франции с готовностью финансировало его реализацию. Проблема была лишь в одном. Пока французы строили стены, немцы разрабатывали совершенно новые методы ведения современной войны. В итоге, линия Мажино оказалась практически бесполезной в военном плане, как мы увидим чуть позже. К 1939 году линия укреплений была протянута в Эльзасии и Лотарингии вдоль всей границы с Германией и Люксембургом. В свою очередь, с немецкой стороны, за время правления Гитлера, вдоль границы с Францией была построена линия Зигфринта. Она была не такая монументальная, как у французов, но все равно очень внушительная. Французская армия в начале сентября, конечно, попыталась вторгнуться в Германию, чтобы помочь Польше. 40 французских дивизий начали наступление на реке Саар. Продвинулись они где-то на 30 километров вглубь Германии, у Саар-Брюккена, а затем уперлись в укрепление линии Зигфринта. И, собственно, все. Началось то, что называют странная война. Это когда война вроде бы объявлена, но в результате никаких боевых действий не ведется. Гнать своих солдат на доты и минные поля французское командование не решилось, и все ограничилось оккупацией нескольких десятков квадратных километров немецкой земли на месяц до 16 октября, пока вернувшиеся из Польши части вермахта не выбили французов обратно за линию границы. И получилось так, что хотя в сентябре 1939 года союзники имели почти трехкратный численный перевес, приказ к атаке так и не был отдан. Момент оказался упущен. Линию укреплений можно было бы попробовать обойти через Бельгию, как это было сделано в Первую мировую. Вот только бельгийский король Леопольд провозгласил нейтралитет и, чтобы не давать Германии повода для вторжения, отказался впускать на свою территорию союзнические войска. В результате левое крыло армии союзников провело холодную зиму, строя оборонительные сооружения на французской границе. Хотя все заведомо знали, что покинут эти позиции и двинутся в Бельгию, как только немцы подойдут с той стороны. А правое крыло на границе с Германией продолжало сидеть в укреплениях линии Можино и ждать неизвестно чего. Какие-то военные действия продолжались только в воздухе и на море. 4 сентября британская авиация совершила первый авианалет на германский военный порт Вильгельмсхафен на Северном море. Налет был организован отвратительно. Было потеряно 12 бомбардировщиков, 72 летчика погибли. Но главная проблема была даже не в этом. Сам факт попыток бомбежки территории Германии вызвал в британском парламенте жаркие споры. А не будет ли нарушением правил войны бомбить гражданские объекты? А заводы? А если доля в этих заводах принадлежит гражданам Великобритании? Тогда что? Да, после того уровня озверения, которым запомнится Вторая мировая война, такие разговоры сейчас нам покажутся смешными. Но в первые месяцы войны все действительно еще как-то пытались сохранить лицо и соблюдать правила. В конце концов, британское командование вообще запретило бомбардировки немецкой территории, разрешив только рейды правды. То есть на Германию сбрасывали не бомбы, а листовки с разоблачением режима Гитлера. За первые полгода войны на Германию было сброшено 18 миллионов листовок. Но упоенные победами немцы их, конечно, просто игнорировали. Зато бои шли на море. Гитлеровский ВМФ Кригсмарине начал подводную войну. Десятки немецких подлодок терроризировали морские коммуникации союзников. Они настолько обнаглели, что 14 октября немецкая подлодка зашла прямо в главный военно-морской порт Великобритании, с Капа-Флоу. И прямо там потопило британский линкор Ройал Оук. В Атлантический океан вышли и надводные немецкие корабли. 17 декабря 1939 года близ берегов Уругвая аж британскому флоту удается настичь такую немецкую эскадру и потопить новейший линкорн Граф Шпея. В западной историографии это сражение часто называют первой победой союзников в войне. Но на тот момент особого значения это не имело. Пока в Атлантике корабли гонялись друг за другом, а политики в Лондоне думали, что делать, британские и французские солдаты сидели в окопах. Это была воистину странная война, когда между враждующими сторонами не пролетела ни одна пуля. Месяцы в окопах на линии Можино, где вместо героических подвигов на поле брани солдата ждала только скука и бытовуха, выжигали в солдатах желание драться. Французский философ Жан-Поль Сартер, мобилизованный в армию, писал в своем дневнике. 26 ноября 1939 года. Поначалу все рвались в бой, но теперь умирают от скуки. 20 февраля 1940 года. Военная машина крутится в холостую. Вчера сержант с безумным блеском в глазах говорил мне, думаю, скоро все устроится, Британия пойдет на уступки. Французские солдаты все меньше и меньше были готовы воевать. Тем временем на востоке Европы вспыхнула еще одна война. Только на сей раз агрессором выступила не Германия, а СССР. Советско-финские отношения в 30-е годы развивались довольно спокойно. Несмотря на то, что в СССР шли разговоры о необходимости революции в Финляндии, а в Финляндии националисты хотели присоединить Карелию, но всерьез об этом никто не думал. Ситуация изменилась к концу 30-х, когда стало ясно, что дело идет к новой войне. Советское руководство задумалось о необходимости защиты Ленинграда, который находился буквально в нескольких десятках километров от границы. Оптимальным решением, с точки зрения Сталина, было бы взять под советский контроль вход в Финский залив, разместив советские военные базы на территории Эстонии и Финляндии. Эти страны по секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа отходили в сферу влияния СССР. Первым шагом к этой цели стала серия ультиматумов, выдвинутых осенью 1939 года советским правительством соседним странам. СССР требовал от Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии допустить на свою территорию советские военные базы. В противном случае угрожал вторжением. Власти Эстонии, Латвии и Литвы сталинский ультиматум приняли и советские войска на своей территории разместили. Впрочем, это их не спасло. Уже летом следующего 1940 года на советских штыках в Эстонии, Латвии и Литве были проведены псевдовыборы в народные парламенты, на которых, разумеется, победили местные коммунисты. Новые коммунистические правительства сразу же попросили о членстве своих республик в СССР, и эти просьбы были немедленно удовлетворены. Так, к 1940 году СССР аннексировал три прибалтийские республики. Точно так же изначально хотели поступить с Финляндией. Финляндия отвергла проект Пакта о взаимопомощи по прибалтийскому образцу, предложенный СССР. Тогда, в сентябре 1939 года, финскому правительству был предъявлен ультиматум — обмен Карельского перешейка с Выборгом, тогда он назывался Вийпури и был вторым по населению городом Финляндии, и полуострова Ханка на территорию в Карелии, большую по площади, но почти незаселенную. Финны, понимая, что силы не равны, были, в общем-то, готовы пойти на определенные уступки. Например, передать СССР часть островов в Финском заливе и сместить линию границы на 15 километров вглубь Карельского перешейка. Но советское руководство ни на какие компромиссы не соглашалось. Им был нужен повод для начала войны. Стало ясно, что переговоры сорваны, и Сталин приказал готовиться к вторжению в Финляндию. Главной надеждой Финляндии была линия Маннергейма, аналог линии Мажино — система траншей, укреплений и лесных засек, то есть заграждений из повальных деревьев на Карельском перешейке. Пару слов нужно сказать о человеке, в честь которого эта линия была названа. Карл Густав Маннергейм родился в 1867 году. В это время Финляндия была частью Российской империи. И Маннергейм сделал блестящую карьеру именно в российской армии. Он участвовал в русско-японской и Первой мировых войнах и к 1917 году дослужился до звания генерал-лейтенанта. После большевистского переворота Маннергейм отправился в родную Финляндию, чтобы возглавить борьбу за ее независимость, чего с успехом и добился, став национальным героем и де-факто теневым лидером своей страны. В 30-е годы он возглавил комитет обороны Финляндии, занявшись подготовкой к будущей войне с СССР. По его инициативе была достроена, начатая еще после обретения Финляндии независимости, оборонительная линия. Линия Маннергейма протянулась на 130 километров от Ладожского озера до Финского залива. Она представляла собой три полосы укреплений, состоявшие из узловых пунктов, окруженных траншеями, дотами и пулеметными гнездами. Впрочем, мощь линии Маннергейма существенно преувеличивалась и современниками, и историками. Сам Маршал в своих мемуарах отозвался о ней довольно критический. Оборонительная линия, конечно, была, но ее образовывали только редкие долговременные пулеметные гнезда, до два десятка выстроенных, по моему предложению, новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Да, оборонительная линия существовала, но ее прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений. Даже с учетом линии Маннергейма силы были уж совсем неприлично неравны. Финская армия была намного слабее. У финнов на начало войны было всего-навсего 64 танка, в основном легкие французские Рено и английские Виккерс, и 270 самолетов. Население Финляндии было в 50 раз меньше населения СССР и составляло всего 3,6 миллиона человек. Да в Красной армии солдат было больше. 26 ноября 1939 года советскую погранзаставу у деревни Майнила в Ленинградской области накрыл артобстрел. Четыре советских пограничника погибли, еще девять были ранены. Вероятно, это была советская провокация, хотя мы до сих пор не знаем, кто стрелял. Дальнейшие события разворачивались так же, как в сентябре в Польше. 30 ноября в 9.20 утра советские самолеты начали бомбить Хельсинки. Официальная советская пропаганда писала, что советские самолеты сбрасывают гуманитарную помощь голодающим финским пролетариям. Поэтому финны стали иронично называть советские бомбы хлебницами Молотова. Или корзинами Молотова. Одновременно советские войска перешли границу с Финляндией. 12 советских дивизий, всего более 200 тысяч человек при поддержке 600 танков ударили сразу в 12 местах. Советский нарком обороны Климент Ворошилов планировал на четвертый день войны взять выборка на 7-й Хельсинки. В городе Тириоке, сейчас-то Зеленогорск, дальний пригород Петербурга, первым крупным населенным пункте на финской территории, занятом советскими войсками, было создано правительство Финляндской демократической республики во главе со старым большевиком Отто Вилли Кусениным. Правительство Кусенина сразу же объявило о начале революции в Финляндии и попросило СССР о помощи против белофинов, то есть правительства Финляндии. Начала формироваться некая финская народная армия из финских коммунистов и советских карел. Речь уже не шла о том, чтобы оторвать от Финляндии какой-нибудь кусок, а о том, чтобы полностью свергнуть власть капиталистов на территории этой страны, устроив там социализм и, возможно, даже включив ее в состав СССР. Но все пошло не так, как планировали. 30 ноября, в первый же день войны, главнокомандующим финской армии был назначен маршал Маннергейм. Под его руководством войскам удалось отразить первый удар Красной армии и сдержать ее наступление на протяжении нескольких месяцев. Финны прибегли к тактике выжженной земли и еще до войны эвакуировали все населенные приграничные территории за линию Маннергейма. Все населенные пункты на границе были сожжены, а знаменитые никелевые рудники Колось-Йоке, теперь город Никель в Мурманской области, были взорваны. Теперь в приграничнее советским войскам негде было добыть снабжение. Их ждали только зима, снег, лес и мины. Советские войска столкнулись с адом войны в условиях заснеженной тайги. Финны действовали малыми группами, налетали из леса и исчезали. Танки и другой транспорт были вынуждены передвигаться узкими колоннами между озерами, лесами и болотами. И хотя у финнов было мало артиллерии, противотанкового оружия еще меньше, советские войска действовали настолько неумело, что финны ухитрялись рассеивать танковую колонну огнем из винтовок и пистолетов-пулеметом. Летучие взводы финских лыжников в маск-халатах незаметно подходили почти вплотную к советским войскам и могли одним взводом уничтожить роту, если не больше. Свою тактику расстрела советских колонн из засад финны назвали мотте, то есть рубка леса. И было за что. Распространенным приемом было подбить первую и последнюю машину в советской колонне, идущей через лес. Это делали самыми примитивными средствами, в основном бутылками, наполненными бензином со вставленным фитилем. Такие бутылки финская пресса окрестила коктейлями для молотова. Потом это название сократилось до коктейля молотова и до сих пор в таком виде существует. Колонна вставала после того, как подбили первую и последнюю машину и дальше ее расстреливали, а неповрежденные танки финну забирали себе. Советские потери в танках были столь существенными, что после войны Финляндия втрое увеличила свои танковые войска. И во время Великой Отечественной войны финны будут воевать почти исключительно на советских трофейных танках БТ-7. Тут надо отметить еще один момент. Мы смотрим на Зимнюю войну со знанием того, что Финляндия в 1941 году вступит в войну на стране Германии, оказавшись в числе государств ОСИ. Но в 1939 году все выглядело совсем по-другому. В Великобритании и Франции, да и в нейтральных странах вроде Соединенных Штатов, войну воспринимали так, что союзник Гитлера СССР напал на Финляндию, повторяя то, что раньше Германия и СССР сделали в Польше. За агрессию против Финляндии СССР даже исключили из Лиги Наций. А Финляндия, наоборот, воспринималась как страна, потенциально близкая союзникам. Всерьез рассматривался вариант отправки в Финляндию англо-французских войск, чтобы таким образом открыть новый фронт в Европе. Французский генерал Максим Вейган обратился с таким предложением к союзному командованию, и оно было одобрено. Во Франции началось формирование экспедиционного корпуса для Финляндии из французских и польских солдат. Британское командование начало готовить бомбардировочный рейд по нефтяным промыслам Баку. Можно сказать, что на тот момент СССР был в шаге от того, чтобы полноценно вступить во Вторую мировую как союзник Германии. Но в итоге помощь Финляндии ограничилась поставками вооружения и снабжения, а Сталин тем временем сделал выводы из-за провала декабрьского наступления. Был смещен нарком обороны, им вместо Ворошилова стал Семен Тимошенко. Число советских войск на линии фронта было доведено до 600 тысяч человек. Это шестая часть всего населения Финляндии, включая женщин и детей. На Карельский перешейк были переброшены новые танки, в том числе несколько экспериментальных тяжелых танков КВ-2, которые как раз были предназначены для прорыва подобных укреплений. 11 февраля 1940 года Красная Армия пошла в новое наступление. На сей раз ценой огромных потерь советским войскам удалось взломать финскую оборону. Свою роль сыграло то, что к тому моменту у Финляндии стали буквально заканчиваться люди в кадровой армии, и затыкать дыры во фронте к концу войны приходилось уже чуть ли не курсантами. К началу марта укрепления линии Маннергейма были окончательно прорваны. Вскоре пал Выборг. Но добивать Финляндию Сталин не решился. Во-первых, Красная Армия была основательно измотана. Во-вторых, существовал большой риск вступления в войну Великобритании и Франции на стране Финляндии, что привело бы к огромным проблемам. 12 марта в Москве был подписан мирный договор. Разумеется, ни о какой финляндской демократической республике речь уже не шла. СССР получал Выборг, северный берег Ладожского озера, полуостров Рыбачий на Кольском полуострове. А также Финляндия позволяла СССР арендовать военную базу на полуострове Ханка в Финском заливе на 25 лет. В составе СССР была создана Карело-Финская СССР. Из Карелии и Выборга во главе с тем же Кусининым. Война обошлась советскому народу очень дорого. Только число убитых оценивают примерно в 150 тысяч человек. И еще до 200 тысяч раненых и обмороженных. Такие потери были абсолютно несоразмерны с результатом и завоеванными по итогу территориями. А Финляндия, до того настроенная по отношению к СССР более-менее нейтрально, стала его врагом. В 1941 году финские войска будут воевать на стороне Гитлера, примут участие в блокаде Ленинграда. Ничего этого могло и не быть, если бы не авантюрное решение Сталина захватить Финляндию двумя годами ранее. Финская война, которая находилась как бы на периферии Второй мировой, существенно ударила по имиджу СССР. Мир увидел, что маленькая европейская страна, Финляндия, смогла нанести урон и чуть ли не поражение гигантскому СССР. О поражениях Красной Армии много писала пресса, и в Европе пришли к выводу, что Советский Союз не так силен, как кажется. Войска Сталина, несмотря на свою численность, слабы и недееспособны в реальной войне. А Красные командиры некомпетентны. Именно исходя из такой оценки Красной Армии, Гитлер будет готовить свой поход на восток. Чего никто не заметил, так это того, что советское военное руководство смогло адаптироваться к новой реальности. По итогу Зимней войны Красная Армия начнет меняться. В войска поступит новая техника, прежде всего танки Т-34 и КВ, новые виды артиллерии, новые типы стрелкового вооружения. Советские войска будут подготовлены к войне в зимних условиях. Все это сыграет немалую роль, когда война придет уже на советскую землю. Итак, в декабре 1939 года здесь, в Берлине, как и во многих других городах Германии, люди отмечали Рождество и готовились встретить новый 1940 год, который должен был стать еще более успешным. Популярность Адольфа Гитлера взлетела до небес. Придя к власти, он всего за шесть лет сумел сбросить унизительные оковы Версальского мира, вернуть Германии военную мощь, восстановить армию и флот, создать авиацию. Не пролив ни одной капли крови, он присоединил к рейху Австрию и Судеты. И, наконец, всего за месяц войска разгромили польскую армию и заняли Варшаву. Вернули земли, потерянные по итогам Первой мировой войны. Да, где-то там, за линией Мажино, прячется Франция, а за проливом Ла-Манш – Великобритания. Но они не рискуют вступать в прямое столкновение с Гитлером. А теперь, разобравшись с Польшей и договорившись со Сталином, Гитлер обеспечил спокойствие на Востоке и вскоре наверняка справится и с этими заклятыми врагами. Наверняка многие здесь, в Берлине, в декабре 1939 года поднимали праздничный тост за здоровье фюрера, который ведет Германию от победы к победе. Ну а через год поводов для этого станет еще больше. Поговорим об этом в следующем фильме. Субтитры создавал DimaTorzok